Слава Богу! Очень приятно увидеть хороших, старых, давних друзей. Сколько мы были вместе с вами, потом дороги как-то разошлись, и мы уже теперь, ну не то что в России, просто по разных местах собираемся, но каждый все равно остался как бы со своей совестью перед своим Богом, перед самим собою, перед людьми. И вот это нас объединяет, потому что написано «Один Господь, одна вера, одно крещение, другого нет, хоть пойди в американскую, хоть в немецкую церковь, один Господь, одна вера, одно крещение». По-разному понимают, по-разному воспринимают, и называется оно «Корень-то один, основание одно». Если что-то другое положу, так это уже оно и потом по-другому называется. Я удивляюсь и благодарю Бога, что вот новое поколение, Бог так его благословляет, но оно как-то не по-нашему, а мы так не привыкли, ни к форме одежды, ни к такой улыбке радостной. Но это очень приятно. И я вспомнил один похорон, прощальное собрание было. Умер брат старенький, очень такой знаменитый, много стихотворений написал, много добрых дел сделан. У него жизнь, длинная история, можно книгу писать. И вот внучка, когда она в поклонах говорила о нем, она сказала, мне очень так понравилось, как молодежь излагает свои чувства и свою веру. Она говорит, что мой дедушка был очень хороший человек. Я говорю, завидую Богу, что Бог будет теперь жить с ним, а не с нами. Они вот, ну вы понимаете, что у Бога прибавилось хороших людей на небе, а мы будем за ним очень скучать. Такой оборот речи, очень интересный. Ну, я думаю, что, что рассказать. Брат Павел мне как бы помог. Говорит, расскажи, ну, про тебя мы ему все знаем. Вы про меня знаете, друг про друга. А о том, что Бог в жизни нашей сделал, как учил, как воспитывал, как наставлял. Вот сестра рассказала очень, мне так назидательно и интересно. И я вижу, что такая схожесть во всем. Потому что Бог один, и у Него, в принципе, одни и те же, чтобы людей научить, чтобы людей обучить, чтобы людей закалить. И потому что, вот я был в собрании одном славянском, там у них видение бывает, пророчество рассказывает. И сестра говорит, что Бог будет тех людей, которых Ему нужно использовать для особого труда, Он будет как эти горшки, которые сырые, только их слепили, а потом в печь, раскаленную печь. И там, чтобы они отжигались, чтобы были прочными, чтобы можно было ими пользоваться. И чтобы, когда потом належь туда воды, он не раскис от воды, а был крепкий, твердый. Вот так Бог иногда нам допускает разные испытания, переживания, чтобы мог потом нами пользоваться, если вдруг придется. И еще Божьи планы, Божьи цели, как можно их понять? Ну, чтобы жить в каком-то обществе, где люди как-то по-особенному обращаются, то надо правилам этого общества научиться. Потому что, если туда попадешь к ним, у них другие манеры, у них другие поведения. А если ты со своим таким колхозным стилем придешь, там на тебя посмотрят, как на такого серого, и даже с тобой говорить не захотят. Господь нас готовит к небесному обществу. Там, где ангелы, где архангелы, где херувимы, серафимы, где Божье окружение. И чтобы попасть в это Божье окружение, Бог нас здесь учит. И мы находимся в школе. И вот как я понимаю, что хоть и мне уже за шесть, уже на пенсии, уже седой, но еще кое-что приходится учиться, то, чего не знаю. Есть такой псалом, по-украински поют. «Правда любит Бог меня, учит Он добра без слов. Учиться буду у Него я всю жизнь до вечных дней». То есть, находиться у ног Иисуса. То, что научился, делай. То, что не знаешь, учись и будь благословен. Вот как обратно мне предложил рассказать, что, как Бог меня учил. Как со мной говорил. Спасибо. Так я хочу поделиться таким местом. Место из Писания такое. Это будет Псалом, где написано, что... Псалом 131, 3 стих. «Не войду в шатер дома моего и не взойду на ложе моего, не дам сна очам моим и вежда моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища сильному Якова». То есть, Господу надо предоставить место. Ну, прежде чем говорить о месте для Господа, я хочу сказать, что Бог для нас место дал. Дал нам место в нашей жизни, в какой семье родиться, в какой стране вырасти. И потом, на какой работе быть, в какую церковь нам, как бы, ходить. И где бы нам находиться. И это, как бы, место по жизни. И есть еще место, которое Бог нам дал во Христе Иисусе. Это написано, что вы посажены на небесах. Вот еще одно место, которое Бог нам наготовил, но мы пока на земле. Но это тоже место. А вот, что от нас Господь хочет, чтобы мы Ему тоже давали место. И говорит, что «Не дам сна, очам моим и веждаем дремания, доколе не найду место Господу, жилища сильному Якова». И я вот, мои дети, как вы знаете, ходят в некоторую американскую церковь. И там тоже есть живое слово. Такие примеры, вот как вот сестра сейчас рассказывала. Очень такие, как бы, назидательные и хорошие. И однажды мне рассказали, что пастор говорил такую притчу, что ходит Христос, как прохожий по земле, как такой простой человек, который нуждается, чтобы где-то переночевать, где-то склонить голову своему. Ему негде. И он ходит, и так подошел к одному дому и попросился на ночь ночевать. Ну, хозяйка видит, что он такой очень простой, а у нее есть специальная комната, там хорошие постели, чистые простыни, все там сверкает. А он такой простой. Она говорит, ладно, иди на чердаке, там живи. И пошел он туда ночевать, смирился. И потом, когда она думает, а ну как он там, на другой день пришла, проверила. А там такой порядок, там такая чистота. Вы знаете, что на чердаке, какое место? Там, где все ненужные вещи, складывают на чердак. Там и паук, и паутина. Там пели никто, не знаю, кто-нибудь на чердаке пелесосил когда-нибудь. Я думаю, что не делал этого. И туда она его поселила. И он там навел такой порядок, ну как говорят народы, как на Красной площади. И она видит, что, о, вот это мне надо. И говорит, слезай с чердака, будешь жить на первом этаже. Но только говорит, вот в той комнате и здесь, а на кухню не ходи. И он, где он жил, везде порядок, везде подметено, чисто. Все стоит на местах. И она говорит, ну на кухню я тебя не пущу. Потому что на кухне я хозяйка. И в холодильник тебе нечего заглядывать. Там все, по-моему, должно быть. Он на все соглашается. Но пришло время, что она когда-то спешила, не туда, не то взяла, не туда положила, не так сварилась. И получилась проблема с желудком. Пришлось эмерженцы вызывать. И опять проблемы. И опять, значит, она говорит потом, когда пришла уже с госпиталя. О, если бы ты в холодильнике меня порадок навела на кухню, наверное, я бы не попала в госпиталь. Это притча. Но Господь стучится также в наши сердца, в нашу жизнь. И только куда мы его пускаем, он там находится. Он джентльмен. Он не такой, как враг дух человеческого, который нагло лезет. Он очень нежно стучится и просит, чтобы мы ему дали место. Я вспоминаю, когда мы только приехали в Америку, и открылись, как говорят, новые горизонты. Учить английский язык, ходить в колледж, искать работу, потом на работе, поездки на океан, то на снежную гору, то на горячие источники. И все как бы в таких, в розовых тонах сразу пошло. Очень красиво для Америки. Все новое. И все так доступно. И как бы глаза уж так раскрываются. И я в собраниях ходил, конечно, сами вы знаете, там жил возле церкви. И однажды ночью, так под утро, кто-то зашел ко мне, не кто в спальню. И сказал мне таким нежным, тихим голосом. Говорит так, я люблю жить в твоих шатрах, но ты мало мне даешь места, а я Бог великий. Я проснулся, у меня как такое состояние, и вижу в комнате еще как бы весь воздух наэлектризованный, и дрожь вот как немножко, что-то такое. И я разбудил жену, говорю, Тамара, здесь кто-то был. Она говорит, давай двери проверим, может двери мне не закрыли. Я говорю, нет, этот и без дверей заходит. Ну и рассказал ей, что было такое мне обличение, чтобы я для великого Бога не давал немножко места в своей жизни, а больше во всех сферах жизни, в моей учебе, в моей работе, в моей семье, и в моем свободном времени. Ну и со временем дальше Бог меня учил. И я благодарен моему Богу, что и сейчас нахожусь в его школе, и сейчас нахожусь как бы в его проверках, потому что Бог испытывает. И вот даже вот написано в послании Кимофея, если поставить кого-то на труд, надо раньше таких испытывать. И все мы находимся в каких-то испытаниях, и мы даже можем не замечать и не знать, но оно проходит. Вот недавно был такой сильный ливень на улице, и я думаю, ну сейчас перестанет, а он, лед такой, дождь не перестает. Смотрю, вода уже пошла не по гаторам, а через гатор и так лед, как стена. И дождь не перестает. Я под этим дождем вышел, поставил лес, смотрю, а там гатори забиты листьями, хвоей, всяким там мохом. И вот думаю, если не было бы этого испытания дождем, я бы думал, что у меня гатори в порядке, ничего не надо делать. А вот когда пришло испытание, оно и показало, где не порядок, где надо поправить, где надо почистить, где надо быть на том месте, где Бог тебя поставил. И потому я очень благодарен Богу, что я нахожусь в Его школе, в Его народе. Так много народа Божьего здесь. И как важно, чтобы любить народ Божий, чтобы не пренебрегать, кто на каком уровне находится, в каком возрасте, любить всех, потому что все мы дети Божьи, и Бог за нас дал очень большую цену. Он за нас дал цену эту кровь Иисуса Христа. Жизнь Сына Божьего за нас положена, чтобы мы были счастливы, были в Боге, были с Ним тут на земле, а потом в вечности. Да будь благословенна имя Его, Ему слава в веки. Аминь.